Раньше детям, живущим в этой округе, приходилось гулять либо на той уже изжившей себя детской площадке, либо отправляться в другие дворы. Сейчас ту площадку реконструировали, плюс построили новую большую детскую площадку, да еще и спортивный комплекс. Случилось это благодаря реализации программы комплексного благоустройства. Изменению подлежат детская площадка, на которой заменили малые игровые формы, асфальтовое покрытие проезжей части вдоль дома. Здесь уже готовы новые пешеходные дорожки, а вскоре появятся скамейки, вокруг которых будут зеленые газоны. И взрослым, и детям нравится такое преобразование. Они две площадки, мне очень нравятся. Там есть такая штука классная, где можно вставать и крутиться. Там еще есть горка, качели, паутинка. Раньше где играли? Где играли раньше, там была площадка, и тут было детские, в основном площадки были. Эти круче? Да, эти круче. Маша живет аж в зеленых аллеях. Шла в библиотеку и задержалась. Мне нравится. Что тебе застарается? Площадка, стульники, как все сделано. Реализацией проекта занимается Дорсервис. Его сотрудники постоянно в контакте с местными жителями, общественниками и депутатским корпусом. Правда, депутат, который отвечает за данный участок, пока не был замечен жителями. Его обязанности выполняют другие. Территория не совсем входит в мой избирательный округ, но так как, к сожалению, депутат по территории, избранный здесь, Павел Николаевич Грудинин, в силу каких-то причин, редко здесь появляется и не может или не хочет следить за ходом работ. Ну, приходится как-то помогать, поддерживать. Это же наши общие жители, нашего любимого края. Мы не можем их бросить. Максим Арапов в декабре прошлого года избирался по данному участку, как депутат, но проиграл Павлу Грудинину. Возможно, это нонсенс, но именно он теперь занимается вопросами благоустройства данной территории, общается с рабочими и жителями. Здесь было обращение именно граждан, когда я собирал у них, соответственно, обратную связь. В прошлом году они просили благоустройства именно на этой площадке. Была просьба сделать освещение, в процессе оно тоже будет здесь выполнено. Несмотря на то, что работа находится в завершающей стадии, жители и сейчас обращают внимание на некоторые моменты. Так пенсионерка Клавдия Ивановна считает, что песку вокруг детской горки не место. Ну, это туалет для кошек, детям песок. Ну, как вы думаете, вот дочку вы своили, кто вас, дети пустили бы в такое? По проекту, как ответил нам сотрудник Дорсервиса, Николай Юдин, это песочница. На самом деле, там вы видите площадку, это песочница. Она благоустроена именно, соответствует, вернее, всем стандартам. Никаких, я думаю, что никаких там вот таких вот моментов, связанных с похождением животных, которые находятся, конечно же, под наблюдением хозяев, не будет. Молодые мамы дали хорошую оценку преображением своего двора. И спортивная, и детские площадки им нравятся. У меня нет претензий, да, очень хорошо. Потому что площадок вообще у нас в округе практически не было. Была вот эта совсем детская площадка. У нашего дома тоже уже как бы мои дети выросли. А вот этого очень устраивает и им нравится. Но пока ни одна площадка не введена в эксплуатацию. А это значит, что играть на них небезопасно. И взрослым, и детям стоит подождать окончания работ. Осталось совсем немного. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ.